Помада утечет в неизвестном направлении, будет где угодно, только не на ваших губах. Они хотят сказать, что черные нормально сделаны? Я балдю просто. Ах ты сволочь. Может, ну хотя бы пляши ведь и исчезать со временем будет, а? Бровя у меня рыжая, стойкий и еще и антипригарный, представляете? Они издеваются, ну что? Вот здесь вот совсем полная жопа. Ой-ой-ой. Всем приветики, с вами Мари. А спонсор этого странного, страшного, непонятного макияжа, да-да, косметика с Алиэкспресс. От бренда то ли Stage News, то ли Stagenious, не понимаю от какого именно слова они назвали свой бренд. Ну, в общем, так вот он называется. Все, что вы увидите в этом видео, мне прислали на обзор. Я выбрала это все сама по картинкам на Алиэкспресс. Мы с вами посмотрим, какова реальность, совпадает ли она с ожиданием, стоит ли вам смотреть в сторону этого бренда или нет. Бренд в курсе, что я буду говорить свое честное мнение. Так что, надеюсь, они не будут в шоке от того, что сегодня увидят и услышат. Как вы уже поняли, в этом видео будут вот эти вот потрясающие смоке айс, рыжие брови, еще будут рыжие губы. Это спойлер. И сделаю я эту красоту палеткой теней, которая умещается в моей руке и в кармане, карандашом для бровей, жидкими румянами и жидкой блестящей помадой, которую бренд называет блеском для губ. Из этого видео, я уверена, вы сделаете выводы, нужна вам или не нужна эта косметика, что из нее можно купить, а на что забить. Желаю вам приятного просмотра, обязательно подписывайтесь на мой канал, если еще этого не сделали, кто же еще вам покажет такую жесть. И очень надеюсь, что поддержите меня лайками и комментариями, я честно очень старалась, не виноватая я. Опа! И вот такое вот преображение в обратную сторону. Обозревать все это я буду по мере делания макияжа. Начну с макияжа глаз и, соответственно, с обзора на палетку теней. И поскольку в ней не так уж много оттенков и многое мне стало уже понятно о них еще на сводчах, это один из тех немногих случаев, когда день в день можно сделать и обзор на палетку, а не первое впечатление. Ну, начну, конечно, с упаковки. Упаковано все здесь надежно, классно. Вообще вся посылка была упакована в такую толстую пупырчатую штуку, в которую уже достаточно давно все бренды отправляют все. В общем-то, вариантов разбиться в ней нет. Плюс нет вариантов разбиться из-за того, что и палетка, и там румяна, и вообще все, что мне приехало, упаковано настолько плотно засунуто в коробочки, что вынуть оттуда, не повредив упаковку, целый квест. Не могу сказать, что упаковка и верхняя, и упаковка самой палетки выглядят на 100 миллионов долларов, похожий на люкс, нет, конечно, но упаковка и не самая дешевая, достаточно прилично выглядит, и если бы я не знала, что бренд какой-то лишний, подумала бы, что, ну, это что-то такое, ну, не знаю, в районе, там, полутора тысяч рублей палетка. Ну, судя по упаковке. Палетка очень удобная, умещается в ладошку, зеркало удобное, ничего не искажает, так что, если вдруг она, ну, что, конечно, вряд ли понравится мне качеством, то очень удобно ее с собой куда-то брать и красить. У меня палетка в первом варианте, и это тот самый редкий случай, мне кажется, что я вообще ни разу с таким не сталкивалась на Алиэкспресс, что картинка в интернете и то, что я держу в руке, практически один в один, то есть нет искажения в оттенках, не знаю, как насчет всех остальных палитр, которые там есть, но вот первая точно совпадает прямо с картинкой. И что же мы с вами наблюдаем на сводчах? Да то, что пигментация матовых какая-то совсем не айс, особенно четвертого оттенка в палетке, ни пальцем, ни кистью, он нормально не наслаивается, не знаю, сейчас что на веки будет, но если такое на сводчах на руке, даже пальцем все плохо, то вряд ли что-то там принесется на века. Классные по качеству, мне пока понравились только вот эти два шиммера, и все. Они действительно, по крайней мере на сводчах, прям очень пигментированы и классны. Еще мне нравится цветовая гамма, то, что эта палетка не рыжая, и она холодная. Единственный теплый оттенок здесь, это красноватый какой-то бордовый шиммер, и все. Я все-таки боялась, что она будет рыжей, несмотря на то, что там нарисовано на Алиэкспресс. Давайте сразу скажу, сколько сейчас стоит это чудо. Написано, что, вот сейчас перешла прямо по ссылке на нее на Алиэк, написано, что стоила она 676 рублей. Я не помню, честно говоря, когда я с продавцом общалась и кидала ему ссылки, такая ли была цена, или может быть дешевле, ну реально не помню. Сейчас 676 якобы была, и в данный момент она продается по скидке, стоит она 324. По-моему, все-таки не было там. Центоли тоже скидка какая-то на нее была в тот момент, возможно, это у них вечная скидка, кто его знает. Начинаем макияж, как всегда, с базы под тени Urban Decay Anti-Agent. И испытание палетки я хочу начать как раз-таки с самого плохо пигментированного этого четвертого оттенка. Ну, на кисть он, естественно, плохо набирается. О-о-о, смотрите-ка! А на век это что-то переносится. Ничего себе! И тут вот видно, что он прям теплый. В палетке он выглядит каким-то более спокойным, попрохладнее, что ли. Вот тебе и здрасте! Он, конечно, такой совсем нюдовый, но это, наверное, даже хорошо. Я просто думала, что будет все так же плохо, как на сводчих. Не то, что думала, я уверена была. Ну, тушуется нормально. Обалдеть! Вот это сюрприз! Вы знаете, я не могу понять, какие тени мне это пока напоминают, но, может, потом пойму. Но какой-то не очень дешевый бренд, а прям тушуется. Вот он, по крайней мере, возможно, за счет своей все равно такой слабой пигментации, тушуется прям как набло. Ну, посмотрим еще, что-нибудь от него останется или нет. Вот как так? Я не понимаю. Как так-то, блин? Даже пальцем он очень плохо перенесся на руку. Ну, почему он нормально переносится навек-то, не пойму. Вот я удивлюсь, если вдруг мне эта палетка понравится. Это будет прям нонсенс. В нормальных брендах хрен найдешь нюдовую палетку, чтобы нравилась и была не рыжая. А тут... Алик, что ли, может понравиться? Прям очень-очень красивый нюдовый оттенок для моего цвета кожи подходит просто шикарно. А дальше начинается дилемма. Потому что здесь есть оттенок вот такой вот тоже нюдовый, но серенький. И есть черный. Все, затемнять здесь больше нечем. Так, ну давайте серый попробуем. Если что, замажем его. Должны же мы узнать, как он наносится. Тут, конечно, наверное, на камере будет не очень его хорошо видно, потому что он тоже нюдовенький. Шикарный тоже. Тот потеплее был нюдовый, а этот просто прохладный нюдовый. Не скажу, что он прям какой-то серый, который будет делать грязь. Нет, это не тот случай. Серый, делающий грязь, более темный. Этот прям такой нюд, нюдовый. Классно. И смотрите, он перекрывает все-таки предыдущий. Вот, можем сравнить. Вот он серый, и вот он тот в чистом виде. Мне причем понравился по оттенку и тот, и этот. Это формула матовых. Я сейчас не хвалю. Я не знаю, что будет, как они носиться будут, но мне очень нравится, как они наносятся. Я подобного, вот в такой формуле, я не встречала ничего еще пока с Алиэкспресс. И очень странно, что на веко переносится более пигментированно, чем на руку пальцем. Сейчас еще, если меня черный удивит, каким-то равномерным нанесением. Он какой-то прозрачный на свой человек был и не очень равномерный. Так, давайте я лучше плоской кистью воспользуюсь, потому что, если у него не очень качество, то пушистой кистью он будет слетать с века. Так, набираю. Они не пыльные какие-то. Нет, естественно, если так вот тыкать кистью, то они запылят, но они очень хорошо спрессованы матовой тени. Попробую сначала вбивающими движениями, как пигмент, наносить. Чего все происходит, да? Они хотят сказать, что черный нормально и сделает? Вы видите? Может, ну хотя бы пляши ведь и исчезать со временем будет, а? Вот это я фигакнула. Ладно, фигакнула так фигакнула. Буду делать немного другой макияж, чем тот, который задумывала. Он, как бы вам сказать, он сразу втирается в кожу хорошо, а это значит, что есть большая вероятность, что он будет хорошо держаться. То есть нет какой-то вот этой поверхностной пылюки, не остается. И теперь я его немного оттягиваю вверх. Очень легко это все делается. То есть потому, что он хорошо спрессован, он не похож на пигмент. Обычно пигменты пылящие. Но по своей интенсивности, в отличие от свочи, опять выглядит он более пигментированным, чем на них. И тушуется вот кистью из козы вообще классно. Вы знаете, даже в дорогих брендах очень сложно найти хороший черный, прям сильно пигментированный черный пигмент в том числе, который будет ложиться без проплешин, без каких-то пятен и не будет давать пятна и проплешина в течение носки. Поэтому я не знаю, как там носиться будет, но потому что сейчас происходит, я реально очень удивлена. И хоть я смоки не планировала делать, а будут смоки в итоге, ну пусть будут, зато мы с вами черный проверим. Вот смотрите, такой вот кистью из козы пушистый, прям очень пушистый, плохо тушуется, потому что он уже втушевался у меня в кожу. А вот такой кистью из козы плоской, более плоской и очень плотно набитой, с более коротким ворсом, который по сути не растушевочный, да, в обычном понимании, тушуется, оттягивается отлично просто. И еще меня удивляет, что у меня до сих пор пока еще белок не покраснел. А часто это случается сразу, если тени с Алика дают какую-то аллергию. И по краю вот тут прохожусь тем, который, это, потеплей. Ну да, и вот такие вот хорошо спрессованные тени все-таки лучше распределяются, вот как я сейчас делаю, вот какой-то более плоской кистью. Вот, посмотрите, какой он интенсивный, я балдю просто. Вот, оба глаза, и я продолжаю ходиться в шоке. Сейчас я буду прокрашивать слизистые межреснички, оттушевывать на нижнем веке все это дело, как обычно делаю, и ускорю, потому что на это смотреть неинтересно. И вот дальше я на распуте, посмотрите, оба очень, блин, какой вот этот красивый оттенок, а. Можно сделать как с ним смоки самостоятельно, так и с этим бордовым, а можно оба. И, кстати, бордовый прям доохромный, красивый, уж на что мне так надоели эти оттенки. Давайте сначала бордовый нанесу, потом вот этот, и начну с нанесения пальца. Буду фигачить его прям поверх черного местами, заодно посмотрим, как он перекрывает. Блин, я в восторге что-то пока от этой палетки, и сама в это не хочу верить. Потому что такие стрёмные сводчи были, ну, честное слово, стрёмные матовые сводчи. Раз-раз-раз, а походу я нашла себе среди бюджета такого с Алиэкспресс карманную палетку. Фэнти мне не понравилась, она пятнистая, даёт пятна, и металлики там не металлики, а здесь. Вот так смотрится этот бордовый. Ну, всё прилично, симпатично, красиво пока что. А теперь я сначала доделаю нижнее веко, а затем внутренним уголком займусь. На нижнем веке я припечатываю черным оттенком карандаш. Очень крутой черный, правда. И во внутренний уголок кистью нанесу вот этот бежевый, очень интересный. Вот понимаю, что если бы в этой палетке был какой-то не рыжий, коричневый, такой более-менее нейтральный, тёмный, то она была бы для меня идеальна, потому что в сочетании с вот этим вот обалденный макияж на каждый день. С чёрным, конечно, особо не поделаешь макияж на каждый день. А вот эти вот нюдики, они совсем такие растушёвочные, а не для затемнения складки. Конечно, по мне, интереснее бы мейк был, если использовать какой-то один из этих металликов, либо тот, либо этот. Ну, ладно. И на центр нижнего века добавлю бордовый. Так, ну, я накрасила ресницы, давайте посмотрим на макияж. Я уже сейчас подведу какие-то итоги, что я думаю об этой палетке, и дальше будем изучать другие продукты. Палетка мне, во-первых, понравилась по удобству, очень удобно держать в руке, брать с собой. Во-вторых, я влюбилась в качество матовых. Посмотрим, как они будут носиться реально, но пока именно качество их мне нравится. Металлики. Металлики здесь такие, знаете ли, не прям пипец какие насыщенные. То есть, как бы ты их ни наносил, я бы видела, наносила пальцем. Кистью будет ложиться более прозрачно, но даже при нанесении пальца вблизи видно, что ложится цвет не так уж супер плотно. То есть, он немного местами прозрачный, что, возможно, и хорошо для какого-то дневного макияжа, но даже не знаю, хорошо или плохо. Смотрится все прилично, просто с другой стороны здесь черный, и вот эти матовые, как бы, да, ими можно сделать дневной макияж, если не затемнять складку черным. Но, судя по этому черному, я так понимаю, что все-таки палетка больше, наверное, для смоки айс, ну, как бы, если ты привык затемнять складку чем-то. И есть подозрение, что как раз-таки эти красивые металлики могут со временем исчезнуть, но посмотрим, с матовыми, вот с матовым черным пока все прекрасно. Еще мне в матовых понравилась легкость нанесения, это интенсивность и очень легкая, быстрая тушевка. И реально такого качества черный даже в дорогих брендах не всегда встретишь. Ну, то, что эта палетка стоит 300 с хвостиком рублей, это 100%, это могу сказать уже сейчас. Даже если что-то где-то подисчезнет и пот пропадет, качество явно здесь не на 300 рублей, я бы сказала, что она дороже. Единственное, я бы все-таки хотела палетку с немного другой расцветкой, чтобы там был, ну, пусть не черный, но коричневый, чтобы палетка была ежедневной. И, к сожалению, было непонятно, насколько достоверно то, что нарисовано на сайте, тому, что на самом деле. Теперь я убедилась, что достоверно. Надеюсь, все остальные палетки тоже такие же достоверные. И сейчас бы, какую я из них выбрала, да фиг его знает, никакую, нет тут того, что я бы прям хотела. Ну, возможно, второй вариант бы выбрала, но он тоже какой-то странный. Слушайте, тут тоже то ли черный, то ли темно-коричневый, вообще впечатление, что тоже черный. Или все-таки темно-коричневый. И вообще тут, знаете, гонево на самом деле. В плане, первая палетка выглядит, сама палетка, фотка палетки выглядит так же, как в реале. А макияжи, которые ею сделаны, как будто бы не отсюда вообще. Потому что здесь в макияже есть темный-коричневый, матовый, а его по факту нет. Вообще все переврат в макияже. Поэтому сложно сориентироваться. Второй вариант палетки, это все-таки темный-коричневый или черный. Просто третий, четвертый вариант. У меня уже подобных расцветок очень дофига. И вот рыжую я бы точно не хотела, которая под номером 4. А третью, ну вот, возможно, третью бы выбрала. А вообще лучше, конечно, чтобы они еще что-нибудь придумали интересное. Я нанесла тон, вот такой вот чупа-чупс в кушоне. Припудрила под глазами пипку и вот тут вот лоб. И холодным оттенком матовым хочу вот тут вот так вот быстренько пройтись. Следующий продукт, который мы с вами испытаем, карандаш для бровей, который внешне подозрительно похож на подобный карандаш под названием Brow Wiz Anastasia Beverly Hills, о котором я вам уже не раз говорила, что он у меня закончился, я никак не закажу. Его я никак не закажу, а с Алиэкспресс мне вот этот уже приехал. Они что в длину похожи, что по размерам и щеточки, и самому этому карандашу выдвигающимся, его толщине, к сожалению, не могу выдвинуть, показать вам Brow Wiz, придется поверить на слово, но вот по принципу очень похоже и по качеству самого этого карандаша, вот этого всего пластикового, что он вставлен. По оттенку он, я надеюсь, что мне должен подойти. Выбрана с вами из четырех оттенков, и я выбрала под номером один под названием Light Brown. Там еще есть какой-то вот он у меня не открывается, потому что он закончился. Есть Soft Black, который выглядит как серый на картинке, и есть Gray Brown C04. В общем, ориентировалась я по картинкам этих бровей, потому что других вариантов не было. Сейчас посмотрим, что и как он рисует. Ну, вроде на руке похож цвет, вроде не рыжит, а что там на брови будет, не знаю. Но я дала ему так подзастыть, потерла очень сильно руку, и, как видите, он остался на месте, немножечко подрастушевался, что ли. Его позиционируют как водостойкий карандаш. Стоит он до скидки, как здесь написано, 267, а в данный момент со скидкой 165. Сколько будет стоить, когда вы будете смотреть это видео, я понятия не имею, извините. Ну, 165, блин, таких дешевых карандашей, я не знаю, пробовала я когда-то или нет. Я пробовала с Аликой какой-то карандаш, но как бы не на бровях, потому что, ах ты сволочь. Это сволочь рыжит, как вы видите. Ну, и как вот выбирать, я без понятия. Рыжит, причем так нехило, учитывая, что у меня все-таки теплый оттенок и волосы, и кожи. Вот, знаете, девушкам с теплыми коричневыми волосами бы, конечно, отлично он подошел. Мне, ну, я, конечно, его сейчас донанесу, чтобы мы с вами посмотрели на результат. Но он значительно отличается от моего нейтрального цвета бровей. Не похож он по оттенку на анастасиевский тап. Ну, просто реально, вот как выбирать. Ну, вот имейте в виду, если соберете на картинке, фиг его знает. Я не знаю, может мне подойдет грей-браун, вообще без понятия. Просто боишься, закажешь холодный и приедет какой-нибудь серый совсем, ну, капец. Так-то именно прорисовывать им волоски очень удобно, так же, как и карандашом Броу Виз. Но вот по оттенку... Хотя, блин, что я ною за 167 рублей, могу себе позволить и без всяких сотрудничеств сама заказать. Я хоть теперь имею представление, что это за косметика. Я надеюсь, будет примерно хотя бы понятно вам, да, то есть вот этот оттенок кому подойдет. Я ориентируюсь хотя бы по моей внешности. Посмотрим, как он носится хотя бы, потому что если он действительно... Ну, вот наносится, прорисовывает, он классный. Если он не уплывет, а он вряд ли уплывет, потому что на руке он прям прилип хорошо, то, ну, извините за такие деньги, замена Анастасии, только если подошел оттенок, прям классный. Ох я, рыжебровка. Бровя у меня рыжая, смокеайс черный, тут холодный, тут теплая, ой-ой-ой. Причем на руке, я его когда, ну, в общем, наносила, он капец какой твердый был, а сейчас легеньким нажатием, даже я практически не нажимаю, еле дотрагиваюсь до кожи, он прям вот так вот, видите, интенсивно ложится. Мне кажется, что обладателям рыжих волос даже он подойдет отлично. Имейте в виду. Это мне надо покраситься в рыжий, чтобы прям хорошо все было. Брови мои по сравнению с ним прям холодные, хотя нифига не холодные на самом деле. Ну, как-то так, видите, получилось, хороший карандаш. Ну, я, возможно, закажу Грей Браун, попробую. То, что я заметила еще у Фокалюр, что оттенки жидких румяна и оттенки помад у них наглухо не совпадают с тем, что в реальности. Потому что я помаду заказывала другого совершенно цвета. Она на картинке выглядит такой какой-то коричнево-бордовый. Приехала мне какая-то цвета морковки. Я прям сейчас хочу нанести эту самую помаду, попробовать. Но мне очень нравится, как она выглядит. Вот именно упаковка помады смотрится, как у дорогих брендов. Более того, сам спонж здесь один в один, как у Джеффри Стар в помадах стойких и у Dogs of Colors. И такое впечатление, что вот эти пяточки, а спонж здесь как раз в виде пяточки, делают в одном месте у всех этих брендов. И внешний вид этой помады, точнее блеска для губ, нисколько не хуже, чем у дорогих брендов. Они позиционируют жидкий блеск для губ, как водостойкий, стойкий и еще и антипригарный, представляете? Увлажняющий блеск для губ. Ну, насчет стойкости блесков для губ, это полный гон, не надо мне тут врать. У меня вылезло на Алике сейчас видео. Я ориентируюсь вечно по фоткам. Ну, то есть вот, как они там выглядят, по видео редко. И сейчас что? Да тут непонятно, почему ориентироваться. Понимаете, вы смотрите на фото губ, например, губа сводча или сводча на руке каких-нибудь, или там видео, и все везде разного цвета, по чему именно ориентироваться. Ну, в общем, я думаю, что ориентироваться надо по видео, которое здесь вставлено, потому что оттенок очень похож на сводча на руке. А вот фоткам, когда выбираете, вообще не надо верить, это абсолютно другое. Давайте я сначала его нанесу, а потом мы с вами испытаем румяна. Мне еще понравилось, как он пахнет. Вот, знаете, у Кайли и у Джеффри такие достаточно сильные отдушки в средствах для губ, карамелькой там какой-нибудь, они кому-то нравятся, да ехать твою, извините. У меня подобный оттенок был стойкой помады Фокалюр. Они издеваются или что? Почему бордовая помада, которую я выбрала вот такого цвета? Бешеные морковки. Вот это вот сочетание всего вместе, это что вообще? Короче, здесь есть очень-очень легкая отдушка. Не бьет она в нос, она очень легкая, такая тоже карамелькой какой-то пахнет. И мне она понравилась больше, чем в помадах Джеффри и больше, чем в помадах Кайли. А я прям откровенная такая карамель. И эту рыжую штуку я не могу назвать именно блеском для губ, потому что это самая настоящая именно помада. Когда я нанесла помаду, у меня выключилась камера. И когда я ее прям только-только нанесла, мне показалось по текстуре своей она очень похожа на дорогущие лаковые помады, которые имеют свойство не растекаться, не застекать в складочки и быть на месте, и выглядеть классно там, я не знаю, полдня, пока ты не поешь. Прям по текстуре один в один, по ощущениям на губах один в один. Но у меня внезапно выключилась камера, я вам не успела показать вот этот шикарнейший, ни разу не колхозный макияж. И что же, пошла я скидывать все на комп, прихожу. Пришло минут 10 сейчас. И помада эта с центра губ уже уползла в бока. Вот здесь вот совсем полная жопа, то есть у меня как будто я что-то жирное поела, и помада растеклась. И когда я делаю так, то прям вижу, как помада реально утекла во все места. Короче, это жесть, погостите, но я это сотру. И вот это вот ни в каком оттенке никому не рекомендую покупать. И осталось мне вам показать жидкие румяна. Я уже пробовала жидкие румяна, но до этого только фокалюр, они в другой совсем упаковке были. И эти жидкие румяна, ну на мой субъективный взгляд, именно в плане самой упаковки, гораздо удобнее. Потому что, ну вот так вот надавил, просто нужно отрегулировать, понять, с какой интенсивностью давить на этот колпачок, чтобы выдавить необходимое количество румяна. Прям очень удобный дозатор. У меня румяна во втором оттенке под названием Coral, который на картинке тоже ничего не понятно, честно говоря. На свотче выглядит каким-то не совсем розовым, а на нарисованной картинке выглядит холодным розовым. В общем, я не понимала, что именно я выбираю, но решила выбрать что-то более-менее какое-то такое, не слишком яркое и не слишком бледное. Ну и теперь мы с вами можем сориентироваться по поводу других оттенков. Румян имеет небольшой такой аромат, не химозный, свеженький, не могу сказать, чем пахнут. Можно, конечно, их нанести как интенсивно, так и легонько. Вот так они выглядят. И несмотря на то, что называются они Coral, они действительно имеют какую-то розовинку. Но оттенок, как по мне, гораздо ярче, чем на фото на Алиэкспресс. Я их нанесу на щеки и на губы, и стоят они в данный момент 364 рубля. Блин, аромат какого-то винища. Вот сейчас я распределяю, запах не тот, который когда-то выдавливаешь. Какого-то забродившего вина. В итоге, как видите, это тоже какая-то рыжая штука. Выглядит, конечно, получше, чем предыдущая помада, но я все равно это сотру. Вот вам показала, как выглядит, но с тем макияжем никак. Вот столько, мне кажется, для щек будет даже многовато. Классно распределяется вот по этому кушону. Он хотя уже и схватился, но он у меня не припудрен. Только вот под глазами припудренный слой кушона у меня никуда не делся. А с другими тонами я не понимала, в чем дело. То ли причина в фокалюрных этих румяных жидких, то ли в тоне, может быть, действительно была причина, когда что пальцем, что кистью я распределяла те жидкие румяна, у меня уходил слой этого тональника. Ой, классно! Слушайте, в качестве румян супер! Вот не люблю я обычно жидкие румяна, но здесь мне вот понравился и оттенок, и то, как он распределился. Слушайте, вроде все мы с вами попробовали, чудо, конечно, не произошло, а я очень надеялась, честно говоря. Ну и что мы в итоге имеем? А вот такие прекрасные результаты. Называется макияж с Алиэкспресс «Ожидание реальность». Когда, ну, просто невозможно придумать более стрёмного сочетания всего друг с другом и всего со мной. Брови рыжие, никак вообще абсолютно они не сочетаются с этим холодным чёрным и бордовым, всё остальное, ну, как бы всё по отдельности, возможно, нормально. Хотя это не точно, но всё вместе, полная жесть, и это спасибо, я ещё помаду эту стёрла. Однозначно не рекомендую никому покупать вот эту вот помаду, в ней красивая только упаковка. Теперь я понимаю, что вложили здесь, скорее всего, в упаковку, в этот приятный какой-то аромат небольшой, но формула полная какашка, потому что через 5 минут, даже если вы не ели и не пили, помада утечёт в неизвестном направлении, будет где угодно, только не на ваших губах. Мне вообще нравится эта тема, когда я выбираю помаду примерно бордового или красного какого-то оттенка, то фокалюр, то вот это вот приезжает мне какой-то всё время одинаково рыжий. И вообще, что происходит? У меня впечатление, что на Алике только рыжая помада других не имеется. С карандашом для бровей, с одной стороны, вроде как всё нормуль, с другой стороны, всё плохо. Плохо, что очень мало оттенков, и плохо то, что непонятно, как их выбирать. Ну, живьём вот этот гораздо рыжее, чем то, что нарисовано на Алике. В данный момент вообще можно выбрать только из трёх вариантов. Обычно можно было выбрать из четырёх. Что выбирать мне, я теряюсь в догадках, я этому расстроена, потому что я была бы, конечно, счастлива, если бы нашла себе замену карандаша Анастасии Беверли-Хиллз. Поэтому могу, конечно, рекомендовать карандаш для бровей, но только избранным людям. Вот, например, тем, кто рыженький, могу рекомендовать вот этот вот первый оттенок. Качество самого карандаша мне понравилось. Точно могу рекомендовать жидкие румяна для тех, кто любит жидкие румяна. Вот в данный момент я вам сказала, какая цена, но надеюсь, что в какой-то другой период времени, возможно, есть какая-то большая скидка. И, наконец, палетка теней. У меня к ней противоречивое чувство, потому что, ну, после сводча я реально не ожидала, что матовые тени, особенно холодные, вот этот тепловатый, будут вообще как-то попадать на век и как-то переноситься. Я готова была ее засрать прямо изначально. Но матовые меня удивили своим качеством. До сих пор все на веки. Никуда не делось. Матовые вот черные, все красиво, все хорошо. Я говорю, он может даже с дорогими брендами поконкурировать. Но, с одной стороны, мне по отдельности оттенки понравились. То есть, мне понравилось качество матовых. Сами оттенки матовых тоже понравились. Мне понравилось качество шиммеров, несмотря на то, что они такие вот немного, я бы сказала, деликатные. Но для тех, кто любит деликатный эффект, я думаю, что прямо классно, как понравится. Ничего у меня никуда не скаталось. Прошло уже в данный момент часа два с нанесения теней. Все окей. Покажу обязательно, что будет позже. Но обычно с олишними тенями, если что-то плохо, то оно очень быстро становится плохо. У матовых тушевка, нанесение, пигментация. Все супер. Но сейчас я понимаю, что оттенки вот конкретно этой палетки как-то странно подобраны. Казалось бы, с одной стороны, это палетка на каждый день. И можно ею сделать и дневной, и вечерний макияж. Но лично для меня она в качестве дневного макияжа все же будет неполноценной. Потому что вот эти вот очень светлые растушевочные оттенки, затемнить складку мне нечем. Если бы здесь был какой-то темный коричневый, то, наверное, палетка стала бы для меня такой, знаете, универсальной. Она бы была и на день, и на вечер. Вот сделал смоке айс и погнал. В данный же момент здесь затемнить что-то можно только черным. А это очень спорно, потому что... Ну, вот знаете, как-то очень странно смотрится. Черный с красным. Абсолютно это не для всех. У меня вот внешность теплая. И черный с красным, такой холодный. Он, знаете, такой прям ледяной. Черный с какой-то даже вот синим, что ли, подтоном. Поэтому на мне он смотрится странно, особенно с этими бровями. Короче, не могу сказать, что я в восторге от палетки по всем параметрам. Но именно само качество теней мне прям офигеть как понравилось. Плюс к всему, вы видите, у меня белые белки глаз. Все окей. То есть нет какой-то там реакции. Конечно, не факт, что так будет у всех. Но прям тени, вы знаете, наличные не похожи. Формул таких я не видела. И вот что точно стоит своих денег, по качеству именно, так это палетка теней. Вот за нее не жалко отдать 300 с хвостиком рублей, 400. Я бы даже 500 отдала. Конечно, хотелось бы, чтобы сочетались оттенки. По мне еще один недостаток, помимо того, что мне в ней что-то не хватает, в том, что выбор из палеток маленький. Я не пробовала, поэтому не могу быть уверена, что все остальные палетки этого бренда такого же качества. Ну, это, знаете, у меня такие требования палеткой на каждый день. Кому-то не нужна палетка на каждый день, а требуется, например, хороший черный. Если вам нужен хороший черный, даже если у вас есть палетки дорогущих брендов, и Анастасии, и Джеффри Стар, я бы порекомендовала попробовать палетку ради этого черного. Прям вот отличный он. И вот эти вот три оттенка, если вам нужны подобные, прям вот очень рекомендую попробовать ее ради них. Подобные вот этому бордовому много где есть. Белый, в принципе, мало кому нужен. Но вот эти вот четыре оттенка прям классные. Очень жду ваших комментариев по поводу всего, что вы увидели в этом обзоре. Пишите обязательно, пробовали ли вы что-то от этого бренда, что вам понравилось, не понравилось, и хотите ли вы что-то попробовать от него или нет. Также обязательно пишите обзор на какую алишную и не алишную косметику вы хотели бы видеть на моем канале. Надеюсь, это видео оказалось для вас интересным и полезным. Желаю, как всегда, солнышка, отличного настроения, здоровья, классной, качественной косметики и всего наилучшего. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok